сегодня прекрасное весеннее утро 11 апреля и где я где я я приехала к маме уже успела скупиться вот сумки там и лимонад взяла и капусточку и колбаску и хлебушка и пирожных и мороженых набрала иду в гости посидим поедим попьем пообщаемся второй раз вышла с квартиры выбросила маме мусор и по второму списку и доску пляться не все купила они я бы не все не донесла и так уже во первых у меня так локоть левый до сих пор болит я уже его ничем и не мажу уже плюнула когда когда пройдет тогда пройдет уже все махнула рукой неправильно конечно хорошо прям на улице жарко прям жарко дороге здесь вот я уже совсем другом районе не там где я живу и тоже дорог нету представляете вот у нас городе сколько надо я не знаю асфальта чтобы вот это вот все по закатывать то надо несколько асфальтовых заводов для начала построить потом вот это тоннами тоннами все асфальтировать это не то что там несколько улиц а прямо меж между дворовые такие вообще их не существует дорога между домами во дворах какой-то кусок асфальта что-то отрезали кусок залепляют можно шушь один кусок если тут все дороги таки что-то мой завод стоит еще еще не разобрали его за 20 лет я тут отработала вот такой у нас вкусный стол что у нас тут окунь красный вот такой вот бутербродики картошечка это фри да картошечка или как жареная это котлеты по-киевски а это вот такие мясные рулетики салатик с редиски салатик со свежей капусты и вот такой вот тортик ну и лимонатик вот такая вот у нас красотища садимся празднуем ну все да ну все посидели пообщались и домой вот так у меня день прошел дорога туда дорога сюда одна охотка в магазин вторая охотка в магазин вот так ну зато я зря посидели на общались наговорились вкусненько покушали и все и домой а что тут укатали уже асфальт пока я пока я там кушала салаты ну да кусочек латочку небольшую латочку тут буквально пять метров закатали ну проезжие части хоть иногда у нас латают а с тротуарами конечно горе как же дома хорошо мило я с тобой согласна представляешь если ты жила на улице вообще кошмар какой-то да а так поела он сейчас ножки помоешь да все побежала хоть барсика вам покажу а то он вечно где-то спит где барсик когда мы тебя отведем уже подстричься боже он бедный мучается у него такой длинный мех боже мой бедный кот но время будет у меня немножко чуть-чуть послободнее я обзвоню какие-то клиники где вот это стригут и вот это хотя бы потляки вот эти и муж просто невозможно он бедный просто мучается у него там начинает опять вот это вот я что разберу колтуны вот эти они опять собираются что разберу они опять собираются не но это просто издевательство над животным до зарос уже как этот мамонт да смотри какая тут как бы борода у деда мороза у него очень длинная вот это очень это на не знаю 10 сантиметров точно то и длиннее может быть да зайчик скажи ну зачем мне это летом надо он мило какая хорошая скажи у нее там один сантиметр меха да и вылизывать легче и не так жарко он колбасятина опять лягла вот у нее любимая поза вот это да что ты лежишь ты что-то лежишь так желтоглазая не а ноги 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 как ты кошка ох это кошка ох это кошка все все это за рожа мне цветочки подарили а почему потому что мне 18 лет да да спасибо это меня так сильно-сильно любят сильно сильно-сильно красивые цветы правда спасибо какая прелесть а подарки будут будут и подарки будут и подарки это хорошо ну все жду подарков ну все мне еще один букет вы знаете я такого никогда не видела я ну где-то слышала что такие букеты бывают но чтобы вот это вот не подарили кто мне такой букетик подарил моя дочечка представляете это цветы сделаны из зефира они съедобные представляете какая красотища вот можно поверить что это съедобные что это можно съесть вот такая вот красотища это делается под заказ поэтому я так понимаю что если вам вдруг захочется кто живет у нас городе вот тут девушка оставила даже я вижу свою такую-то визитку вот вместе с телефончиком вот можно снять вот вот посмотрите ольга кирилюк и телефон но я продиктую 063 811 7555 видите то есть вот можно заказывать вот такие вот вкусные букеты и даже если вы живете не в этом городе допустим где-то но вы хотите своих в днепре поздравить можете заказывать и вот эти букетики ваши дорогие получат служите но очень-очень приятно дочечка моя привет тебе передаю на весь youtube огромное тебе спасибо не так приятно это вот просто не передать как неприятно вот настоящий день рождения самый-самый настоящий так ну а попробовать же надо зефир плотненький такой плотненький получается вот ну сладкий естественно ой так жалко так жалко розочку разбирать ну вот как зефир только вот зефир допустим покупную он более какой-то как сказать мне кажется даже более как воздушный такой слишком слишком пористый а это такой плотненький ну может мне так кажется я просто давно не ела нет но наверно более плотный потому что из него что-то лепить можно если бы был воздушным то он бы просто мялся из него бы ничего слепить нельзя было бы вот вот он получается ну вот такой вот такой не ну очень вкусно очень во-первых что нету какой-то он сладкий но не приторно сладкий такой чтобы знаете сказать прямо там сахара напихали нет вот как раз в меру все вот я уже целлофан сняла видите как красиво вот точно как настоящие цветы а вот вот эти вот вообще хризантемы до называется но я знаю розы это хризантемы это вот желтые и фиолетовые еще и фиолетовые боже мой все я теперь не остановлюсь пока не съем вкусно попробуй что скажешь да 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 интересно да интересно да вкус интересный вкус да у него консистенция такая специфическая они получаются как на палочках сейчас я сниму за один цветочек а вон они на этих на штрикалках на зубочистках или на чем-то вот такие вот цветочки плотненькие не то что там вот какие-то разваливаются тяжелый да а букет держишь в руках он вообще тяжелый ну и приятно да что приятно он не приторный действительно да нет такой сладости которая вот сладость прямо чтоб такая прямо ой ой то есть сладость такая хорошая очень вкусно всем советую советую заказывайте кому интересен оригинальный подарок и оригинальная оригинального перезнаете подарить так букет он завянет допустим да а этот сколько 10 дней сказали да простоит ну 8 она вроде бы сказала да около 8 дней вот так вот он может даже прохраниться пока потихонечку его съедаться будет я очень довольна